Всем доброго дня суток! Сегодня мы разберем несколько тестов ГТО, как их выполнять, правила и так далее, особенности. Начнем мы с вами сгибание рук в упоре лежа на полу. Несколько есть вариантов, в зависимости от ступеней, к которой вы и относитесь, то есть отжимания могут быть с высоты 30 или 40 сантиметров. В чем особенность выполнения данного упражнения в тестах ГТО? Во-первых, правильная постановка рук, то есть в тотное положение, если вы просто остались в тюрьму, то есть ваши локти не должны заходить в тюрьму. За лучи, это моя швина рук, то есть во время отжимания локти не должны уходить. Если локти зашли, вам первый раз делают предупреждение, второй раз вас дисклифицируют, то есть результат будет равен нулю. Если вы правильно встали, мы отжимаем, то есть локти должны уходить назад. Спина не прогибается, за это тоже будут вас наказывать. То есть если вы прогнулись или выставили на пятую точку вперед, то есть вы должны занять положение планка. В крупных региональных центрах есть тензоплатформы, датчик, когда вы касаетесь грудью, эту тензоплатформу подается сигнал, вам засчитывают. Локти 90 градусов и опускаться как можно ниже. Тогда все ваши отжимания засчитают. Отжимания входит в комплекс обязательных испытаний на выбор. Следующее будет у нас подтягивание. Второй тест на развитие силы в ГТО – это сгибание-разгибание рук из положения вис на перекладине. Для мальчиков и из положения упор-лежа с упором ногами на пол от перекладины высотой 90 см. Это девочки, девушки, женщины подтягиваются. И маленькие мальчики тоже могут подтягиваться. Возраст – это первая ступень. И вторая ступень, которые могут подтягиваться с низкой перекладиной. Те, кто еще не научился подтягиваться. Правильная техника выполнения подтягивания в нормах ГТО. Во-первых, нужно занять исходное положение. Опять начинаем со снов. Руки на ширине плеч. То есть шире взяться нельзя. Судьи попросят вас взяться именно, чтобы руки были на необходимой ширине. Даже если вам будет неудобно, вы не привыкли, если вы готовитесь к выполнению тестов, пробуйте подтягиваться именно вот этим хватом. Будет вначале неудобно, потому что мышцы адаптируются. Без рывков, без раскачивания. Ноги вместе. Такая силовая манера. В верхней точке фиксация 30 секунд. Ой, вру. В верхней точке фиксация полсекунды, в нижней точке тоже фиксация полсекунды. После этого вы можете начать работать. То есть как автомат строчить не нужно. То есть спокойные движения, без спешки. Вам могут судья считать, давать счет, может не давать счет. То есть вы услышите результат, когда спрыгнете. Поэтому если вы где-то исказили технику, думаете, что вы там потянулись к примеру 20, а вам судья по окончании теста говорит, что вы потянулись 15, и вы будете оспаривать, он вам скажет, что у вас были какие-то, какие-то ошибки. Судья, есть судьи, которые считают слух, там будет попроще подтягиваться. Которые не считают слух, тут нужно самостоятельно следить за своей техникой. Судьи бывают разные. Я считаю слух, например. И могу маленьким ребятам, например, даже подсказать. Итак, показываю, как это происходит. Заняли исходное положение. Обратите внимание на руки, ноги вместе. И по команде судьи я начинаю. Не забывайте дышать в верхней точке на усилие, да? Вдох в нижний. Это вам поможет сделать больше подтягиваний. Когда вы устанете, уже сделайте больше. Старайтесь не делать перехваты. Это тоже будет, приведет вас к дискалификации. Не поднимайте очень высоко ноги. Момент подтягиваний, да? Вот так вот. Вам их тоже, эти подтягивания не засчитают. Первый раз у вас будет предупреждение от судьи, то, что вы исказили технику. Второй раз вас дискалифицируют. То есть вам поставят результат ноль. Это что касается подтягиваний из виса. Теперь перейдем к параллельным брусьям. Подтягивания для девушек. Я покажу только исходное положение. Хотя те, кто учится в моих классах, знают. Я уже не раз показывал. Чтобы правильно начать подтягиваться, нужно занять исходное положение. В чем оно заключается? Мы прижимаем подбородок к перекладине. После этого максимально уводим ноги. И когда вы будете подтягиваться, ваш подбородок будет заходить за перекладину к перекладине. То есть вам не нужно будет дополнительно создавать усилия. И плюс, правильная будет техника выполнения. Вам засчитают ваши подтягивания. Если вы просто возьмете, опуститесь на прямые ноги, ой, руки, да, и начнете подтягиваться, вы не сможете дотянуться. То есть будет вот такой момент. Несмотря на то, что перекладина высокая, на низкой происходят аналогичные движения. Ну и сохраняем положение тела. Более подробно о выполнениях, тестах можно почитать на сайте gto.ru в разделе нормативы, как выполнять. Там же вы можете найти свою ступень. То есть вы знаете свой возраст. Каждой ступени соответствуют свои возрастные рамки. Посмотрели, что вам нужно выполнить на отжиманиях, на подтягиваниях, на пресс, спринт, гибкость и так далее. Вот это все, что касается подтягивания. Спасибо за внимание. Третий тест gto из силовых это сгибание-разгибание туловища за одну минуту. Вы должны сделать за одну минуту наибольшее количество раз. При этом используя правильную технику выполнения. Итак, что вы должны первое занять? Занимаем исходное положение. Ноги вместе, колени вместе. Не только голеностопы, да? Их вам будут держать ваши товарищи грамотно. И в этом тоже половина успеха. Чем лучше вам будет держать товарищ, давить на голеностоп, тем сильнее у вас будет опора и вам будет легче подниматься. То есть от вашего товарища на самом деле многое зависит. И опять же, если вы держите своему другу, знакомому, школьному однокласснику, держите хорошо ноги. Дальше ложимся. Руки у нас в замок на затылке за головой. И вы должны локтями коснуться коленей. В процессе выполнения коленей не должны у нас расходиться. Также у вас не должен играть таз. Вы не должны его отрывать, ерзать им, скользить, что часто бывает у ребят. Не разжимать замок с затылка. Поднялись, опустились. Когда вы начнете делать, не обязательно затылок класть на пол. Достаточно того, чтобы ваши лопатки легли на спину. Сейчас сбоку можно будет это посмотреть. Обратите внимание на этот момент. То есть не обязательно вот так положить. Вы потратите какие-нибудь там доли секунд, но они будут драгоценные для вас. Коснулись? Опустились. Вот до этого положения. И можно сразу же подниматься. У вас одна минута. Делать нужно быстро, эффективно. Главное, чтобы руки были на затылке. То есть нельзя разжимать вот так. Сделать. Вам не засчитают данное упражнение. Когда у меня были длинные волосы, я держал тебя всегда за волосы. Вот. Такой комплекс. Разгибание-разгибание туловища. Опять же, разные нормативы. У мальчиков, у девочек. В разных ступенях они тоже разнятся. Но это для всех данное упражнение.